Продолжение следует... Продолжаем разговор. Продолжение следует... Продолжение следует... До музыкальной паузы Вадим задал такой вопрос, серьёзный, на мой взгляд. Что будет, если орган, который отвечает за вот эти все переносы, остановки, торможения, в общем, за выживание, да, и останавливает время или, наоборот, ускоряет его в зависимости, какие условия. Что будет и с человеком, или вообще что будет, если этот орган начнёт давать сбой, если он начнёт работать как-то не так. Вот сейчас я попытаюсь прокрутить немножечко к началу наш чат и посмотреть, вообще были ли у нас отзывы на этот вопрос, были какие-то ответы. Ну вот появился от Миколаевича ответ. Мозг. Начнутся болезни типа шизофрении. Так, смотрим дальше. Какие тут ещё у нас есть ответы? Понравилась моя реплика про кудряшки. Ну, про кудряшки Вадим обещал потом, это про седину. Так, болезнь времени, любая наркомания, то есть перекрыта сахасрара чакра, то есть потери связи с реальными мирозданиями. Так, дальше Владимир Азматич, если повредить ООВ, то человек потеряет способность к общению с окружающими. Так, что-то ещё у нас интересного есть, не по теме. Если, ну, я уже зачитал, вот, так здесь просто повторение будет. Вот, Данил написал ещё, будут наблюдаться признаки шизофрении. Так, дальше Илья А, ответ Вадиму. Истощаться внутренние запасы организма очень быстро. Управление временем ведь очень энергоёмкое. Организм человека может управлять временем, но очень короткое время. Один-два раза в жизни. Тепло, тепло. Так, ну вот видишь, уже что-то такое теплее. Солнышко выходит, весну призывает и создаёт. Так, дальше, 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 дальше. Тут между собой уже друг другу отвечают на вопросы. Не тебе, а уже друг другу. Так. Ну, здесь очень много, к сожалению, не по теме. Уже делится ссылками. Вернее, как по теме, но делится ссылками. Ну, в принципе, всё. В принципе, всё. Можешь подводить итог высказываниям и ответам. Ну, итог, наверное, рано общий подводить, но... Ну, промежуточный. Промежуточный, да, всё верно. Промежуточный итог. Чтобы не забыть, конечно, два слова об обещанных седых волосах. Это к нашей теме имеет не только такое аллегорическое значение. Ну, о седых волосах обычно упоминают так для красного словца, как иллюстрацию, насколько было страшно. Типа, я вот, я посидел на этом собрании, там говорят, когда что-то совсем вот пролюстрировать ужасное. Ну, в реальности я долго изучал тему седых волос, которые возникают, естественно, не всегда вовсе от стресса, хотя для тех же блондинок у них своё понятие о стрессе. Какая-нибудь несчастная любовь, переживания, которые испытывают женщины. Ноготь сломался, Вадим, ноготь сломался. Ноготь сломался, да, да. Ну, в любом случае, в жизни любого человека есть свои представления о стрессе, над которыми бы с удовольствием поржали бы солдафоны и люди мужественных. Типа нас с тобой, да. Типа, да. Ну, там, какие-нибудь моряки или лётчики просто искренне бы не поняли, о чём идёт речь. Но, тем не менее, для каждого свои понятия о стрессе. И поэтому понятно, что седые волоса – это не прерогатива, не монополия только мужественных людей. Посидеть может и вполне себе провинциально какая-нибудь учительница или просто домохозяйка. У каждого есть свои пределы. Но меня интересовало, ближе к теме нашего разговора, не просто медленное такое возрастное, так назовём, сидение, в случае, когда седеют волосы. Меня интересовали моменты, когда эта седина проступала быстро. И вот здесь, что называется, я отсылаю вас к многочисленным мемуарам военных, которых сложно заподозрить в том, что они слишком приукрашивают ситуацию. Я многократно, как в письменных, так и устных источниках, беседуя с людьми, вышедшими из боя, я встречал вот такие фразы, что возвращается с боевого вылета лётчик, сам бледный, как смерть, к нему бросается бортмеханик, открывает кабину, потому что лётчик никакой, он не раненый, он находится в ступоре. Он дотянул до аэродрома, и дальше он отключается. Он не может не произнести ни слова, и бортмеханик с него срывает шлем и столбенеет от ужаса. Он видит молодого человека, а лётчики, воевавшие в войну, это, извините, 19-21-летние пацаны вообще обычно. И вот этот 20-летний пацан, перед ним сидит белый как лунь, хотя полчаса назад, вылетая на боевой вылет, он был чернее сажи, имел волосы. Вот это очень распространённое, вовсе не литературное, не штампованное сравнение. Меня не раз убеждало, что скорость сидения волос, она какая-то непропорционально быстрая. Сколько я не советовал с медиками, надо сказать, здесь специалистов, в общем-то, прямых нет. И я очень надеюсь, может быть, вот это наш радиоэфир меня выведет на нужных людей, которые этой темой наверняка касались, поскольку она модна для тех же женщин. Если бы кто-то из медиков пластической хирургии или там, не знаю, как правильно назвать эту специальность, научился предотвращать седину, он бы, наверное, озолотился. Тем не менее, ни один специалист мне толком не может сказать, с какой скоростью сидеет как отдельный волос, так и вся шевелюра в целом. В любом случае, теория предполагает, что седина, как и любой краситель или отсутствие красителя, то седой волос – это волос без красителя, без внутреннего красителя. Но вот стекание, исчезновение красителя должно происходить достаточно медленно, ну, примерно со скоростью там, ну, со скоростью роста самого волоса. То есть, грубо говоря, вот в обычной такой ситуации, если вы покрасили волосы в один цвет, то вы заметите изменение в цвете волоса ровно с той скоростью, с которой волос будет отрастать. То есть, постепенно, постепенно, сначала в корнях волоса, там, через неделю, чуть больше, через пару месяцев, в зависимости от длины вашей шевелюры, вы полностью замените цвет на новый. Вот это, наверное, было бы правильно считать, что за пару месяцев посидеть полностью, это вполне, с точки зрения медицины, нормально. Но как посидеть за минуты? Попробуйте этот, так сказать, поколдовать с отрезанными волосами в химической лаборатории. Попробуйте заставить этот процесс пройти в десятки, в сотни раз быстрее. Я вот сомневаюсь, что в чистом эксперименте это получится. Но, теперь, как бы возвращаемся обратно, в случае, если мы вспомним, что говорим о сверхстрессовых ситуациях, напомню, наш испытуемый вернулся только что с боевого вылета, где испытал эти возможности, что называется, по полной, если время в момент боя растягивается до самых своих крайних значений, что называется, быстро с точки зрения, конечно, оставшегося на земле бортмеханика, а с точки зрения владельца, который за момент боя испытал, там, не полчаса полета, он, для него время это растянулось как целый день, наверное, настолько, так сказать, насыщенным. Если это так, то тогда скорость сидения волос вполне нормальная. Вот с седыми волосами пока всё. Ещё два ответа. Ещё два ответа. Первый ответ, что ничего не будет. Может такое быть вполне норм. Вполне отразумно. Прямо так. Ответ Вадимову. Ничего не будет. Точка. Может такое быть. Согласен. А второй, немножечко развернутый, от Владимира Изматича, нашего любимого, уже нам хорошо знакомого, реплика, эфир от него. Ответ Вадимову. Вероятно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мгновение ускорил, в сумме жизнь себе укоротил. Вот такая взаимосвязь. С последним не согласен в том плане, что в случае идеального срабатывания этого органа в сумме продолжительность жизни не должна измениться. То есть ровно столько, сколько мы взяли взаймы в смертельно опасной ситуации. Допустим, длила смертельно опасная ситуация секунду, но ОУФ нам позволил растянуть время, мы минуту взяли взаймы. Но затем происходит, напомню, ступор. И этот ступор может длиться даже не минуту, а больше, поскольку здесь торопиться нам уже не надо. Не обязательно такое же ускорение, только с обратным знаком, чтобы мы испытывали. Можно по щадящему варианту пойти и растянуть этот ступор на минуты. Но конечная цель вот такого ступора – это вернуть ситуацию в нормальное русло. То есть сделать так, чтобы скорость времени в конечном итоге вернулась в норму. Ну, перефразируя известного и любимого мною классика Михаила Ломоносова, который говаривал, если что-то где-то убудет, то обязательно ровно столько и прибудет. Я процитировал его, имея в виду, конечно, в данном случае закон сохранения времени. Михаила говорил, конечно, про другое, но ко времени это имеет самое наипервейшее значение. Если где-то что-то убыло или прибыло, неважно, что было первым, а что вторым, если где-то изменилось время, то это означает, что время должно измениться в обратном направлении, ну, где-то тоже. Где-то имеется в виду в какой-то промежуток времени, если мы говорим о одном человеке. Но это был идеальный случай, который срабатывает, ну, как бы сказать, если УУФ ведет себя штатно. А я, конечно, говорил о нештатной ситуации. И вот если по какой-то причине у нас этот орган не сработал штатно, а это, рискую предположить, конечно, могут быть разные варианты. И самое главное, конечно, самое опасное для такого нашего органа УУФ – это излишнее к нему пренебрежительное отношение. Ну, поясню, конечно, многие могут сказать, какое может быть пренебрежение. Мы вообще первый раз в жизни слышим об этом органе, как мы могли пренебрегать. Да мы просто не знали. Но знаем мы и не знаем, что называется незнание законов не освобождает нас от последствий. Я имею в виду, что если человек испытывает стрессы слишком часто, это могут быть разные люди, не только люди стрессовых профессий, но и вполне себе, так сказать, обычные жители мегаполисов, где стрессов ненужных у нас просто миллионы. Ну, извините, проедьте пять дней в неделю по пробкам утром на работу, вечером с работы, наверное, миллионы москвичей сейчас закивали в отмет мне своими головами, говорят, да, да, это уже стресс, ты добрался до работы злой, как собака, вернулся с работы дважды злой, как собака. Ну, конечно, человек напичкан этими страшными стрессами и интуитивно чувствует, что он перебирает свою жизненную норму. Поэтому многие вот это чувствующие, ну, многие те, кто могут себе, конечно, позволить, к сожалению, не все далеко, так сказать, решаются на этот спасительный шаг, но многие бросают к чертовой матери эту жизнь мегаполисов, переезжают в спокойные деревни, где стрессов, максимальный стресс, это, не знаю, там, утром тебя слишком рано разбудил петух. Ну, одним словом, живут себе спокойной жизнью. И вот в этом случае, извините, объяснение здесь самое наипростейшее. Если вы постоянно по мелочам дергаете орган, который должен, по идее, включаться от стресса, и он и включается от стресса, но стресс этот надуманный, по большей части искусственный, но он не связан со смертельно опасными ситуациями. Но когда вы дергаете по мелочам этот орган, в нужный момент вы рискуете, что он не сработает, потому что человек, у которого планка стрессовая повышается, как вы понимаете, ну, вот ситуация с этим человеком может, как в известной сказке про Петю и Волка, был такой, так сказать, пастушок, который чудил, шутил и кричал «Волки, волки!» Сначала попавшие, услышавшие вот этот стрессовый призыв, его соотечественники принимали за чистую монету, бежали спасать шутника от волков, но когда им это всё надоело, в нужный момент, когда волки таки пришли, спасители, так сказать, не явились. Вот с нашим ОУФ произойдёт то же самое. То есть не перебирайте нормы стресса, и тогда вы будете, ну, хотя бы, ну, если не гарантированно, то, по крайней мере, надеяться на то, что в нужный момент это сработает. Другой вариант, другую крайность сейчас приведу. А что будет, если человек вообще не испытывает стресса? Ну, вот живёт в каком-то полураю, полу каком-то спокойном, не мегаполисе, а прекрасной хуторе с видом на море. Ну, вот представьте себе, закройте глаза, представьте вот райское место, по вашему мнению. Некоторые люди таки живут в таких местах. Ну, это, в конце концов, те же домохозяйки, которые не прыгают с парашютом. Ну, как быть в этом случае с этому самому органу, которому также опасна и противоположная ситуация? И для него опасно, когда его дёргают по мелочам, включают, так сказать, бестолку, но точно, а также опасно, когда про него забывают совсем, и он годами не практикуется, не, так сказать, не включается, не работает в каком-то тестовом режиме. И, в конце концов, ну, как любой орган, пример приведу, закройте вы глаза, это наш самый важный, может быть, орган зрения, это самый важный наш орган. И если вы откроете там утром, всё нормально, орган отдохнул, работает превосходно. А если вы откроете его через несколько дней, вспомните, как опасна ситуация, когда выводят из темниц, из пещер людей, которые в полной темноте пробыли несколько дней. Им завязывают глаза, потому что они рискуют ослепнуть, их орган отдыхал слишком долго. Если они несколько лет проведут в кромешной темноте, то слепота им практически гарантирована. Вот у любого органа есть тоже время атрофии, и время, после которого он становится нежизнеспособным. И вот, ну, но с органом ОУФ природа распорядилась, конечно, более щадяще. Если глаза не могут в полной темноте, так сказать, как-то себя протестировать, ну, я сейчас говорю, конечно, не о третьем глазе, не о каких-то там чудодейственных, фантастических способностях, а о нашем обычном, штатном, нормальном зрении. Вот если обычные органы начинают галлюционировать, в лучшем случае, для того, чтобы тестировать себя, именно поэтому вот я и сам на себе проводил такие эксперименты. Я уходил на неделю в пещеры без источника света. Я могу сказать, примерно на третьи-четвёртые сутки, а там, конечно, здорово вышибается представление о времени, человек начинает то ли реально видеть, то ли ему это мерещится уже через палатку, через стены, через какие-то преграды. Иногда это объективно, иногда это действительно похоже на галлюцинацию. Но слово галлюцинация в данном случае, чтобы не пугать никого, я сравниваю со словом «тестирование». Просто глазам требуется себя как-то проявлять, чтобы не забыть эту способность видеть, пусть даже в виде вот таких вот кажущихся галлюцинациями видений. Так вот, УФ в этом случае гораздо более, так сказать, прагматично действует. И именно этим я, в частности, объясняю разнообразные случаи, когда этот орган тестируется в спящем состоянии. Когда вы спите. Когда вы спите, вернувшись из боя, вам снится одно. Но когда вы спите, отдыхаете после многолетних каких-то там спокойных годов жизни, тем не менее время от времени вы почему-то можете увидеть себя и в бою, и в схватке с какими-то драконами. И там кому-то периодически снится, что человек падает, летает, а потом проваливается и падает в пропасть куда-то. Ну, список вот этих вот страшных снов, я думал, он бесконечен. И у каждого есть собственные такие страшные примеры, когда они просыпались просто в поту от пережитого во сне, замечу, ужаса. В случае, когда в реальности вот эти случаи переживают вполне себе, так сказать, обеспеченные, вполне спокойные, миролюбивые люди. Но почему человек, ну, человеческая ипостась вот эта вот имеет такую способность к тому, чтобы увидеть страшилки во сне, а может быть и отчасти не только во сне, а там даже, так сказать, миролюбивые девушки не без такого приятного состояния время от времени с удовольствием смотрят фильмы ужасов, испытывая страх и ужас в буквальном смысле. А потому что время от времени надо щекотать свои нервы и позволять себе испугаться по-настоящему. И орган ОУФ в этом случае срабатывает, как ни странно, несмотря на кажущуюся такую невинность этих забав, срабатывает настолько, что у меня есть письма от очевидцев, от участников, если можно так выразиться, этих событий, виртуальных, конечно, события-то виртуальные, но стресс совсем не виртуальный. Человек воспринимает всё за чистую монету, ОУФ также воспринимает за чистую монету, и человек в такой ситуации может реально показать, выжить в страхе, в сонном страхе. Такие показатели физические, что там, махнув рукой, вполне были случаи, доказанные, что во сне человек проламывал стенку шкафа из ДСП. То есть, извините, на такое способен далеко-далеко не каждый каратист. Каратисту проще проламить обычную доску или кирпич, но не лист ДСП. Ну, профессионалы поймут, а вот во сне даже такое может человек учудить. Вот это, опять же, я сейчас говорил пока о норме, пока о случаях, когда он, этот орган, работал более-менее адекватно. Назначение у органа, естественно, самое благое, но вот орган поставлен в какую-то неприятную ситуацию случайно в силу каких-то, может быть, неизвестных мне наследственных или внешних каких-то факторов. Ну, некоторые факторы я уже раскрыл. Например, наша стрессовая жизнь – это, на мой взгляд, самая распространенная, так сказать, причина, но не единственная. Так или иначе, что будет, если этот орган не вернется, как говаривал Михаил Ломоносов, не вернется, так сказать, по закону сохранения времени в исходное состояние? Представьте себе, что он, включив ускоренное время или замедленное, сейчас оба варианта разберу, не вернется в исходное состояние. Неважно, с чего начать, сначала методом случайного тыка начнем с ситуации, когда орган включил ускоренное время и работает на полных оборотах по ускоренной программе. Значит, если кто-то думает, что я сейчас буду продолжать говорить фантастические вещи, он ошибается, потому что болезни, которые можно объяснить только этой причиной, потому что других объяснений ни у одного медика нету, болезнь – это очень хорошо известно. Да, она редкая, но, тем не менее, так сказать, кто хочет побольше узнать об этой болезни, он это сделает в интернете по поиску. Наберите слово «про гирея». Это немногочисленные, к счастью, эпизоды, когда люди проживали жизнь, физическую жизнь, дряхлели и старели буквально на глазах. Я с пятью такими человеками знаком лично. Должен сказать, три человека вызвали у меня доверительное отношение к своим историям. Ну вот, пока я говорил, я разместил у себя на страничке ВКонтакте фотографию одного из таких трёх людей, с которыми был знаком. Это литовец Гуделяускас. У меня на страничке две фотографии, сделанные с разницей в один год. Я бы сказал, нормальный человек, который видит эти фотографии, думает, что это какой-то такой подвох, фейк, фотошоп, называйте, или там иное какое-то невероятное событие. Тем не менее, подчёркиваю, этого человека я знал в 90-е годы. И, к сожалению, из-за того, что он живёт в Литве, где, в общем, сложно, так сказать, бывать часто, я давно, так сказать, не знаю его судьбу. Но, судя по тому, что старел он очень быстро, и вот за год из юноши он превратился в дряхлого старика, ну, я думаю, что... Ну, не буду делать таких далеко идущих предположений, но у меня ощущение, что он уже... Его может и не быть в этой жизни. Если кто-то из литовцев подскажет, так сказать, его дальнейшую судьбу, я буду очень благодарен. Значит, случай изучался медиками со всех позиций. Разумеется, медицинского объяснения и, соответственно, каких-то приемлемых методов лечения этой болезни не существует. Хотя, повторюсь, прогерея – это официальный медицинский диагноз. Ну, коротко, чтобы укоротить немножко свою речь, рассказ, я не буду подробно описывать два других достоверных, на мой взгляд, случая. Ну, недостоверные тоже, к сожалению, встречались. Например, одна жительница, мне кажется, не совсем адекватная, поэтому я не буду называть ее фамилии, пошла на подлог и в своих документах год своего рождения, она родилась в 1947 году, она исправила, ну, там несложно было исправить, почерк, видимо, у паспортистки был тем еще, так сказать, в этом плане подходящим. И она исправила четверку на семерку и предстала, так сказать, перемедменниками. Конечно, она по возрасту была уже такой весьма пожилой женщиной, но по паспорту она была девочкой, девушкой молодой. Выглядела как реально старуха. Но поскольку, так сказать, вот эта вот странность возбудила интерес, это были в 90-е годы, к этой особе, ее лечили, пытались лечить в лучших санаториях Москвы. В общем, ну, что называется, почему она в любом случае не проиграла ничего. Она не проиграла и в том, что, раз она снизила себе возраст, по идее, она должна была выйти на пенсию гораздо позже, потому что она уже к тому моменту являлась пенсионеркой детства, инвалидом детства. Поэтому она уже была пенсионеркой, поэтому вот от такого внимания к своей персоне она только выиграла. Но вот наше расследование, в конце концов, выявило подлог и оказалось вместо прогирей. Вот, ну, увы, в наших расследованиях встречаются и такие случаи фейковые, что называется, надо держать, это лишний повод напомнить о том, что надо держать ухо востро. Но, тем не менее, три эпизода вызывают, подчеркиваю, у меня доверие. Это те, под которые, так сказать, я лично сталкивался. Ну, и еще, может быть, с десяток я знаю таких случаев по миру, ну, с которыми незнаком лично, только читал. Значит, подчеркиваю, это первый вариант такого вот неправильного, нештатного, нештатной работы органа ОУФ. Подчеркиваю, конечно, я это утверждаю с оговоркой, что это для меня рабочая версия. И если медики, которые заинтересованы в лечении прогирей, как бы сочтут мои слова достойными внимания, то, соответственно, и в этом случае изменится вся методика лечения. По принципу подобное лечится подобным. Если орган сработал нештатно в результате неправильного возвращения из стрессовой ситуации в штатную ситуацию, значит, надо лечить, вот исходя из этого убеждения, нужно каким-то образом использовать, опять же, эти стрессовые ситуации для лечения. По крайней мере, такие попытки мы делали. Но, к сожалению, в силу редкости этого явления я вынужден, так сказать, здесь обращаться к радиоаудитории для того, чтобы, может быть, кто-то, так сказать, нам подскажет новые случаи. Наверняка, так сказать, у нас есть эпизоды. И сейчас наверняка такие неизвестные мне больные прогиреи существуют. И если они полагают, что медицина их вылечить не может, ну, пусть не теряют оптимизма, ну, как-то вот выходят на связь, попробуем, что называется, поэкспериментировать. В конце концов, они ровным счётом ничего не теряют, разве что, так сказать, получают шанс. То только в этом случае получат шанс на спасение. А иначе, как вы догадываетесь, судьба у них очень незавидная. Вчера они были мальчиками, через год они глубокие старики, а, соответственно, ещё через год финал, может быть, только один. Они не могут прожить очень долго. Для них жизнь, там, средняя продолжительность, если у нас 76 лет, для больного прогиреи средняя продолжительность может составить, там, какие-нибудь 10-15 лет, и всё, так сказать, полностью истощённый организм. Вариант номер два. Гораздо более распространённый, гораздо более известный. Значит, я сначала называю своё объяснение, а потом, я так думаю, большинство людей сейчас хлопнут себя по лбу и скажут, ну, конечно, мы обо всём этом уже читали. Такие случаи нам знакомы. Значит, задаю вопрос, что будет, если орган гипотетически пока, так осторожно мы говорим пока, чтобы не травмировать психику профессиональных медиков, которые жизнь положили на изучение этих эпизодов. Значит, что будет, если орган ОУФ, ну, испытав стресс какой-то, выйдет из стрессовой ситуации, точнее, не выйдет из стрессовой ситуации, останется, так сказать, стрелка этого прибора, условного, конечно, останется на отметке резко замедленное время. То есть, что будет в прямо противоположном примере, в первом примере у нас жизнь для человека в поссредствовой, поссверхстрессовой ситуации происходила по ускоренному варианту, а это прямо противоположный эпизод, время, вся жизнь проходит по очень-очень, извините, такое карикатурное произношение, медленному варианту. Ну, короткая пауза, и ответ наверняка для некоторых уже в голове созреет. Конечно, это случаи литургии. Значит, случаи очень хорошо известными, ну, по крайней мере, если у вас нет таких личных знакомых, всё-таки это, слава богу, неповальная такая вот такая болезнь, но, тем не менее, вошла во все учебники, в художественную литературу. Поэтому я не буду приводить примеры, напоминать, что Гоголь очень боялся литургии, многие другие люди боялись, что были доказаны случаи литургии, и даже случаи, когда закапывали в могилу, как считали люди мёртвых, а это всего-навсего были спящие люди, которые во сне спали, во сне оставались живыми, но все их физиологические процессы происходили с очень сильно замедленной реакцией. Удар и пульс во сне составлял один удар в минуту, не в секунду, замечу, у спящего человека даже в очень спокойном состоянии, пульс все-таки близок к одному удару в секунду. Все-таки положите палец на артерию, и вы легко определите, жив человек, или всего-навсего спит. Да, есть такая народная мудрость, чтобы понять, человек спит или нет, нужно приложить зеркальце к носу, потому что даже тот человек, который кажется трупом, который никак не реагирует на крики, на толчки, на уколы и прочее, который реально мертвец с мертвецом, но даже и он должен дышать. Правда, он делает это очень медленно, очень медленно, и поэтому если вот вы, не дай бог, столкнетесь с такой ситуацией, имейте в виду, что если вы подносите зеркальце к носу, вы должны запастись терпением, потому что вдохи-выдохи у таких литургических больных происходят весьма замедленные реакции, и он не 10 вдохов-выдохов в минуту осуществляет, а может выдохнуть раз в несколько минут. Но если вы, подчеркиваю, никуда не торопитесь, а куда торопиться в такой ситуации, если вы подождете минут 5, то вы вот этим достаточно надежным народным способом легко, так сказать, отличите литургического больного от мертвого, ну, не больного, конечно, мертвого мертвеца. Вот. Но не у всех хватает терпения, поэтому часть литургических больных медиками были, так сказать, неправильно диагностированы как мертвецы, часть была похоронена, есть целые поселки, целые там города, где вот такие случаи принимали характер эпидемии, когда количество заживо погребенных, ну, просто вот приводило в ужас горожан, и каждый из них боялся, что следующим будет он, поэтому возникали там разнообразные методы борьбы, перестраховки для таких случаев, от тех самых зеркал, которые к носу приставляли, до того, что законодательным путем предлагали, чтобы все трупы, все мертвецы отлежали по несколько дней без вскрытия, и вскрытие полагалось в том случае только, если через несколько дней появлялись характерные там трупные пятна, ну, извините, не буду дальше описывать признаки реально мертвого человека, это, в общем, не на ночь глядя рассказывать, ужасы такие, если через несколько дней отлеживание кажущийся труп все еще сохранял, так сказать, признаки живого тела, кожа бледнеет, конечно, у таких неторопящихся спящих, но, тем не менее, они, естественно, не воняют, просто сильно находятся в сильно замедленном скорости жизни, но даже, так сказать, и в этом случае были накладки, ошибки, даже в этом случае людей хоронили, и вот, опять же, чтобы как-то перестраховаться предоставляли шансы даже для тех, кто просыпался спустя недели после захоронения, таких людей делали гробы с системой сигнализации, чтобы проснувшийся мог дернуть за веревочку, за колокольчик, позвонить, и специальным ночным сторожам кладбищ вменялось прогуливаться возле свежих могил, чтобы услышать вот этот тревожный звонок с того света. В этом случае сторож будил бригаду, и матерящиеся могильные землекопы привычно, так сказать, раскапывали очередную могилу, вытаскивали оттуда полуобезумевшего очередного литургического, так сказать, больного, отпаивали его чаем или чем-то другим, и только потом, так сказать, по накатанной схеме извещали родственников безутешных, что делить имущество еще рано, рано мертвец возвращается домой. В общем, описывать еще раз, подчеркиваю, все случаи не считаю нужным, если кому-то, так сказать, захочется пощекотать себе нервы, у него будет гораздо больше возможности узнать вот об этих примерах из литературы многочисленной, разной, ужасной и гораздо более страшной, чем я, так сказать, себе позволил право вот сейчас приводить такие вот примеры. Вот, подчеркиваю, до сих пор, хотя это болезнь, литургия известна отлично, до сих пор не существует каких-то общепринятых и гарантированных методов лечения ее, вывода из такого состояния. Ну, широко распространено мнение, во-первых, что ее надо диагностировать правильно, вот всеми перечисленные мною случаи, может быть, еще кто-то добавит из своей копилки знаний другие методы. Ну, естественно, из книг, из фильмов мы знаем, что людей, попавших в литургию или людей, попавших в кому, а большой разницы здесь я не вижу, потому что и то, и другое происходит по причине, опять же, сверхсредствовых ситуаций. Ну, если, извините, физически не отшибают мозги, когда уже мозги, ну, просто не работают, и кома это билет в один конец, это просто замедленная смерть в реальности, но очень часто в кому впадают люди по физическим состояниям вполне работоспособными, имеющие все шансы на жизнь, казалось бы, испытаешься не такую уж сильно травму, в кому может спасть человек, подскользнувшийся на окурке, в кому может спасть роженица после родов, ну, пусть на меня не возмущаются женщины, что роды это очень стрессовая ситуация, согласен, но все-таки это несколько более щадящий вариант, чем там случай, когда голову переезжает гусеничным танком, и там больной впадает в кому безнадежную, в общем, случаи бывают разные, но всех их и литургию, и кому объединяет вот все, опять же, все та же причина, сверхстресс, вывести самый такой народный способ, это советуют, надо больного любить, надо с ним разговаривать, надо ему петь любимые его с детства песни, надо, чтобы он нюхал, уловил запах какого-то своего любимого блюда, чтобы он уловил запах духов любимой женщины, и так далее, и так далее, ну, такие вот романтические истории, они, безусловно, есть, и, безусловно, в каких-то случаях срабатывают, но не менее чисты, наверное, и случаи, когда больной просто через какое-то время просыпается, и вот здесь еще два слова, так сказать, в копилку доводов в пользу того, что природа этой самой литургии вовсе не такая уж простая, и, скорее всего, она опять связана с работой ОУФ. простая логика подсказывает, если литургический больной пролежал недели, некоторые годы, а есть медицинские зафиксированные случаи, десятилетия в литургическом сне, то есть в ситуации, когда все жизненные процессы замедлены, внимание, внимание, изменения, если это так, то логика подсказывает, этот человек не должен стареть, потому что для медицинского персонажа, для его родственников прошло, допустим, 10 лет, но с точки зрения физиологической больной в это время постарел не на 10 лет, а на месяц. Эта логика подсказывает, поскольку я утверждаю, что происходит это из-за резкого замедления внутренней скорости времени. И в пользу вот этой догадки звучит то, что ни один литургический больной, сколько бы он не лежал долго в литургии, действительно не стареет. Все отмечают, что девушка или юноша, попав в литургический сон, в то время, когда все его родственники, все сверстники там повыходили замуж, поженились, превратились в дряхлых стариков, и приходя, так сказать, проведать своего бывшего одноклассника с удивлением и ужасом замечают, что он-то как раз лежит просто как цветочек. Он за все это время визуально не постарел не на шаг. Не совсем так. Он постарел, но не на 10 лет, а на месяц. То есть фактически в таком заспиртованном, законсервированном виде остается, но только, так сказать, не в виде экспоната консткамеры, а в виде живого человека, чуть бледного. Это довод номер раз, довод номер два. Когда наконец человек просыпается, в большинстве случаев, к счастью, это происходит. Ну, с комой как раз не в большинстве случаев, но тоже, так сказать, нередкие эпизоды, когда возвращаются люди спящие безнадежно. Вот тут вспоминаем про нашего Михаила Ломоносова и будем еще не раз вспоминать в этой передаче и, может быть, в других. Срабатывает закон сохранения времени великолепно. сколько человек пролежал и не старел, но УУФ возвращает ситуацию в нулевую отметку. Он же должен отработать этот орган до конца своего предназначения. Он должен вернуть, если ты хочешь быть здоров, ты должен сделать так, ну, не ты, в смысле, этот орган должен за вас сделать ситуацию, а ему плевать, как вы смотрите на вопросы старения. Если вам по паспорту 50 лет, а вчера вы в литургии чувствовали себя 20-летним, через неделю вы таки будете 50-летним. Здесь в момент счастливого выздоровления происходит нечто, что, в общем, резко, конечно, превращает праздник в некую горесть. Да не некую горость, а просто горе. Человек, который пропустил всё самое интересное за годы, которые спал, спал как юноша, он физически стареет буквально на глазах. Но, надо сказать, в отличие от больного прогереи, вот это старение имеет свои ограничения, он просто стареет до своего паспортного возраста. А дальше снова, так сказать, всё приходит в норму, в нулевое штатное состояние. Да, он не испытал, так сказать, прелести молодости, но кто виноват, что называется, поздно решать. Но эти люди умирают в конечном итоге примерно в таком же возрасте и примерно в таком же виде, в котором умирают их сверстники. Печально, согласен, кто говорил, что болезни несут радость жизни, но вот, по крайней мере, эта болезнь хорошо описана и хорошо, так сказать, понятная, ну, по крайней мере, внешние его проявления понятны, но понять, как с ней бороться и как ее лечить до сих пор не может ни один медик. Я надеюсь, так сказать, если кто-то из уважаемых мною медиков захочет сделать себе хорошую диссертацию и вывести очередного литургического больного в рабочее состояние, в живое состояние, у него вот после нашего сегодняшнего разговора, шансов будет гораздо больше. Я надеюсь, что медики поняли, как нужно действовать, исходя вот из гипотезы, из версии, что болезни, вызванные стрессом, и лечить надо какими-то стрессовыми состояниями. Ну, некоторые, надо сказать, этим пользуются, хотят, хотя, ну, приходят таким выводом, может быть, исходя из других предположений и других версий. Вот, я сейчас привел два крайних случая, они, на мой взгляд, весьма характерны, наверное, надо сделать паузу, чтобы переварить сказанно, и у меня вопрос к ведущему, скорее, список ужасных последствий болезней времени. Ну, как вы теперь догадываетесь, я имею некоторое право, приведя примеры, обобщить все названные и еще не названные. Я еще... Список далеко не полный, но этот список я уже имею право назвать так обобщенно болезнями времени, поскольку первопричиной, хотя я и называл стресс, но тем не менее первопричиной я вижу здесь именно неравновесное, непривычное движение или непривычную скорость времени. Если на ночь глядя вы уже, так сказать, получили порцию ужасов, на мой взгляд, на ваш взгляд достаточной, то мы можем, конечно, прийти к подведению итогов, но если, так сказать, тема интересна, то попробуйте еще, так сказать, привести примеры, может быть, не столь крайние, но имеющие прямое отношение к этим самым болезням, может быть, вспомнить эпизоды, когда они эти болезни приводили, так сказать, к смертям или заболеваниям, а какие-то наоборот действительно помогали и спасали. Вот перед такой сложной дилеммой я предлагаю немножко остановиться, перевести дух и вернуться уже спустя некоторое время к вопросам времени в новой ипостаси. Передаю слово ведущему. Так что от меня? Я поставлю музыкальную паузу, а дальше если хочешь пугать, пугай, я уже в вкус вошел, мне уже хорошо, все замечательно. Надо наверное спросить у радиослушателя спросить. Друзья мои, вы хотите наслаждаться дальше острыми ощущениями, тогда напишите Вадим, продолжай. Если вдруг вы считаете, что нет, сердце уже не на пределе, то вот напишите завязывай, Вадим, ну его нафиг, ночь на дворе, а неотложки могут не успеть доехать, а вдруг еще там что-то придется куда-то попадать. Я тут просто прикинул, сколько же спать в литургическом сне среднему статистическому человеку, если его средний сон 8 часов. Ну, поскольку у нас замедление в 60 раз получается в среднем, да, вот просто нажать 8 часов на 60 и получаете сколько там примерно дней из этого дела получится. Так, ну надо учитывать, что некоторые спят по 8, а некоторые как сурки могут заснуть на все 10-12 часов, это тоже учитывайте, так что если вдруг кто-то у вас прилег явные признаки литургического сна, запутитесь с терпением где-то так в пределах месяца минимум. Ну что ж, музыкальная пауза и потом продолжим. Вы слушаете Народное Славянское радио Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 29 марта 2017 года среда по одному из старинок 28 день месяца пробуждения природы 7525 лета. И те, кто по этому празднику отмечает, вернее, по календарю отмечают праздники, тех поздравляю с Днём Богини Тары. Мы продолжаем живой эфир, который посвящён теме путешественники во времени часть третья болезнь времени. Можно маленькую паузу взять. С вашего позволения продолжу тему очень коротко тему дат, тему юбилеев, которые связаны сегодняшней датой. Вот к нам, к теме нашего непосредственного разговора имеет, например, такая дата прямое отношение. Я, помните, говорил в первой части про гильотионирование, то есть отсекание головы крысам. Но есть классический такой вот эпизод гибели известного персонажа литературного. я говорю про Анну Каренину под поездом. Что же можно сказать такой ярчайший пример стресса смертельного. Так вот, сегодня как раз исполняется дата. Лев Толстой в 1873 году в этот день начал работу над этим романом. Я не так давно в прошлом году был на станции, где якобы это случилось. Ну, там, уверен, что именно там это случилось. Ну, вот такой печальный юбилей действительно сегодня если не празднуем, то, по крайней мере, поймать можно. Есть юбилей, имеющий прямое непрямое отношение к нашей теме, может быть, к теме аномальных явлений. Юбилей достаточно такой любопытный. Я думаю, что те, кто знает историю науки, о нем мало кто слышал об этом эпизоде. Все прекрасно знают такого классика науки, как Исаака Ньютона. У всех его заслуг величайших не буду перечислять, но среди прочих у него была и заслуга совершенно, так сказать, непонятно, даже для современных конспирологов. Сейчас подброшу им кости, они очень долго будут, наверное, над этим фактом рассуждать и делать какие-то далеко идущие выводы. Так вот, в этот день, только в 1609-е, 1996-м году, Исаак Ньютон был назначен директором, внимание, то есть, если кто-то ... его ждет разочарование на лондонском монетном дворе. Вадим, у тебя от микрофона пошел треск, видимо, то что вы задели? Может быть, ну, наверное, что-то не то, а был назначен директором лондонского монетного двора. Вот такой вот более чем странный эпизод до сих пор многими непонятный. Ну, про другие аномальные события сегодняшнего дня, сегодняшнее юбилея, мы больше сейчас говорить не будем, давайте вернемся к теме времени. мне это интересно, когда Булгаков начал и закончил писать рассказ мастера Маргариты, я не припомню тех дат, может быть, тоже там в эти дни или начал, или закончил, или может, как раз сцена в голову пришла, когда там кто-то у нас там разлила, масло вылетело с головы, Аннушка. Аннушка, Да, может быть, как раз он сидел так в эти дни и писал, Аннушка-то маслице уже разлила, ну что ж, давай посмотрим, какая же реакция у нас в чате на мой вопрос продолжать тебе ужасти наводить или не продолжать. Так, Николаевич, завязывай, Вадим, а зомби будут? Давай, давай, ура, ну конечно, хотим, как же, хотим. Так, они так напугать могут, ой, вообще, Вадим с Алексеем, стоят в сторонке эти ребят, это про зомби. Так, ну что, большинство сказало давай, давай. Вот, кстати, Солнце написало, Аннушка уже разлила масло, она даже вперед того, прежде чем я успел эту фразу высказать, она раньше родилась, но видишь, связь, связь какая, телепатическая, я подумал, а она уже написала, а я потом сказал, не видя, что там написано. Вот такие у нас интересные связи происходят, помимо голосовых вибраций, еще и на ментальном уровне. Ладненько, давай, дальше, будем продолжать пугать тогда. Ну, сначала не страшный эпизод, с которыми тоже на самом деле знаком каждый из нас, я просто повторю его, но уже с другой трактовкой. Я говорил о примерах литургического сна, который есть у людей, но на самом деле люди, людьми, точнее, вот эти примеры далеко не исчерпываются. Во-первых, литургический сон замечен у собак, в том числе, ну, видимо, у каких-то других животных, просто к собакам, кошкам, наверное, более чуткое отношение. Если там хозяйка находит какого-то спящего петуха или курочку, или корову, которая спит, то ли спит, то ли померла, то, в общем, как вы догадываетесь, лечение может быть только двух видов, либо похоронить, либо зарезать и съесть. Ну, вот, либо-либо. То есть, редко кто удосуживается для того, чтобы попытаться вылечить. Ну, с собаками, кошками, все-таки, как с более любимыми домашними питомцами отношение более щадящее. И вот случай, когда хозяйки констатировали, что их собаки, отоспавшись там месяц-другой, приходили в себя, то есть просыпались после литургического сна. Такие случаи известны науке, хотя, кстати, объяснение у них, как вы догадываетесь, не выходит за рамки нашего незнания человеческих литургических сна. Гораздо интереснее для меня были другие эпизоды, близкие к этому, но, ну, может быть, не менее загадочные. Я сейчас говорю о зимней спячке, литургические сна. Которые есть у многих животных северных наших суровых широт. Спят многие от белочек, хомячков до символа нашей страны медведей. И вот для того, чтобы для себя прояснить некоторые особенности, то, что в медведе спят, знают даже, извините, дошкольники, нет ничего в этом нового, но меня интересовали именно физиологические подробности. В частности, например, весьма любопытная для меня такая особенность зимней спячки, назовем, ну, я почти ставлю знак равенства между зимней спячкой медведей и литургическим сном у животных, у людей. Вадим, секундочку, секундочку, во-первых, у тебя микрофон, опять немножко поэт, а ты, видимо, шнур затрагиваешь, вот, а во-вторых, хочу подметить, что одно из древних названий медведя и тех, кто уже ушли из мира Сиону, с которыми можно общаться через какие-то определенные практики, их называли комами, то есть медведь, он назывался кома. Кстати, если мы помним, что Греция по одним из источников была построена, в общем-то, как и Рим нашими предками, нашими братьями в древности, вот там до сих пор не сохранился такой праздник комедия. Ком, это медведь, и дея, деяние, вот комедия, это как раз... Замечательный пример, который... Так что комоедец, вот как раз которую недавно 25-го числа на равноденствии, позже отмечали славянские многие рода, вот она связана с тем, что пробуждение медведя, дарование предкам и упоминание предкам и так далее, то есть здесь очень интересный сюжет просматривается, вот такой вот вброс от меня. И сразу, после этого примера, сразу по-другому воспринимается фраза «впал в кому». Конечно, да. Вот, но в отличие от людей, которые впадают в кому или в литургию, медведи выходят из вот такой же спячки, мы имеем полное право сказать, что медведи находятся в коме или в литургии, но не говорим это только потому, что медведи научились выходить легко, причем играючи из этого состояния. И вот для того, чтобы, что называется, не в теории, а к этому таинственному, все еще, к сожалению, таинственному состоянию прикоснуться, я общался со знатоками, не знаю, как правильно назвать эту профессию, конечно же, не медвежатники, это понятно, это совсем другое, но специалисты по медведям, если что более конкретно. Я к ним ездил в гости и в том числе вот к самым известным из них, ну, по крайней мере, в европейской части России, наверное, лучшим специалистом являются такая династия, которая работает в питомнике, медвежьем, детском саду, не удивляйтесь, такой есть, в глухой части, в самом-самом глухом медвежьем, буквально медвежьем уголке Тверской области, на границе с Новгородчиной и Псковской областью, есть питомник, куда свозят медвежат-сирот, и вот специальные люди воспитывают этих сирот, причем очень грамотно, делают это так, чтобы медвежата не видели людей, то есть чтобы они не воспринимали их как источник добра, чтобы они их опасались, это сложно, но это можно сделать, и в результате, когда вот эти медвежата доходят до какого-то более-менее взрослого состояния, их выпускают в природу, и в идеале они уже больше к людям не возвращаются, поскольку вот учатся быть самостоятельными. И меня вот интересовал, особенно интересовал момент первой зимней спячки, потому что медвежата живут в этом питомнике больше, чем один год, и первую спячку им нужно пережить самостоятельно. У них, видимо, так сказать, это записано в какой-то долгой памяти, им не обязательно, чтобы мама медведица, так сказать, им подсказала и научила уму, разуму, потому что они сироты, и нет как бы подсказки. Но природа-мать берет свое, и медвежата действительно так самостоятельно методом проб и ошибок выбирают место для логова зимнего, ложатся туда, отсыпаются. Ну, у кого-то там это не с первого раза получается, но так или иначе все-таки они справляются с этой непростой задачей и, разумеется, просыпаются весной. Значит, просыпаются, как вы понимаете, гораздо более гарантированно, то есть сбоев почти нет, в отличие от нас, людишек, которые почему-то засыпать могут, правда, не тогда, когда хотят, а просыпаются с еще большим трудом, вот в таких комах, впадая в медвежью кому. Еще больше, более поразительно для меня было узнать, что у медведя, в отличие от человека, ну, мы все просыпаемся в идеале каждое утро, кто-то даже, так сказать, и почаще, и прекрасно знаем, что очень редко кто из нас тут же вскакивает с постели и бежит там на пробежку. Чаще всего мы подтягиваемся долго, приходим в себя, соображаем с трудом, как нас зовут и какой день недели надо нам сегодня бежать на работу или можно себе позволить полежать подольше, и вот если будильника противного нет рядом с нами, то вот это просыпание может занимать достаточно долгое время. У медведя такого времени нет, и он должен быть потенциально готов к тому, что как боец пограничник, я вот когда служил на границе, мы просыпались по сигналу в ружье с такой скоростью, то есть довели нас до автоматизма, что если кто-то думает, что солдат должен одеться за 45 секунд, я смею заверить у вас глубокие отсталые заблуждения. Солдат-пограничник одевается и вооружается за 16 секунд из состояния полного сна. И вот это открытие самостоятельное, до которого я дошел от жизни такой, и которое до сих пор меня удивляет, ну сейчас уже как бы это было давно, и мне самому уже не верится, что возможно было такое, но это реально возможно, 16 секунд это вам, как бы сказать, изнеженным городским жителям очень сложно понять, и это прекрасно осознаю, но даже для меня было невероятным узнать, что медведь, который в отличие от солдата спал не 8 часов или там несколько часов, а спал зиму, то есть несколько месяцев, медведь из состояния глубокой комы внимание, это действительно, я имею право, теперь уже после вот такого примера, который я услышал от ведущего нашего, медведь, находящийся в коме, приходит в полностью боевое состояние за пару секунд, то есть те наивные охотники, которые надеются выследить медведя в берлоге и думают, что там медведь сладко посапывая и посасывая лапу представляет из себя легкую жертву, если они так считают, то они трупы. Опытные охотники, конечно, себя такими иллюзиями не тешат и знают прекрасно, что если они не убьют медведя первым ударом, то второго удара у них не будет. То есть если вы раните медведя, находящегося в коме и замахнетесь для второго удара, медведь проснется, придет в рабочее боевое состояние, причем как это он приходит в такое состояние, мне долго объясняли специалисты, доказывая, что у них есть, у них у медведей есть такая система химического впрыска. Мечта любого стритрейсера, гонщика заполучить для двигателей своих гонщих автомобилей вот такую мгновенную присадку, которая позволяет с места развить 300 км в час. Вот такое сравнение могу привести. У медведя тоже происходит какой-то резкий впрыск, и медведь еще секунду назад находящийся в заторможенном состоянии. А что это такое? Это означает, что у медведя, так же, как у элитаридического больного, пониженная температура, пониженная, все физиологические реакции понижены, дыхание уменьшено в десятки, в сотни раз, пульс уменьшен тоже в десятки, в сотни раз. То есть это глубокая, глубокая заморозка, а иначе, извините, он на запасенных жирах, если кто-то думает, что полный животик позволит вам пережить зиму, глубоко заблуждайтесь. Как бы вы не отъели свое пустцо, вы через месяц голодовки станете страннее фотомодели. Никаких жиров, запасов не хватит пережить долгую зиму. Но если физическое время заторможено, то ничего страшного и не обязательно набивать пузо до отвала, вы благодаря времени уже переживете вот эти страшные зимние долгие, долгую полярную ночь. Вот. Но подчеркиваю, даже из такого кранего случая, когда вы холодный и отличаетесь от трупа только наличием одного дыхания в несколько минут и одного удара пульса тоже в минуту, вы из этого состояния приходите в абсолютно работоспособное боевое состояние за секунду. Вот это чудо в буквальном смысле, чудом я называю необъясненные пока но реально существующие физические законы. Я до сих пор поражаюсь так сказать этой способности и понимаю, что когда мы разберемся с ситуацией комы у Медведя, разберемся причинно-следственных связей и как здесь объясняется вот эта странность разобраться как я считаю можно только если навесить на засыпающего мишку на спящего нельзя вы его разбудите не трогайте не будите зверя что называется есть тысяча способов разбудить Медведя и выманить его из берлоги но нет ни одного способа чтобы загнать его обратно вот это нельзя забывать но если вы навесите к сожалению таких экспериментов я пока так кстати не произвел очень надеюсь что кто-то поможет если мы навесим на Медведя хронодатчики то наверное мы разберемся в этой проблеме и если разберемся тогда соответственно решить проблему литургии и комы будет уже гораздо проще вот такая такие перспективы как бы сказать открываются настолько завораживающие лично для меня что я как бы сказать преисполнен считать их одним из перспективных направлений вот ну наверное приведу еще один для меня любопытный надеюсь и для вас тоже тоже пример но несколько уже с другим знаком вот пример с комой медвежий он поразительный но он скорее как вы понимаете такой оптимистичный позволяет нам иметь надежду что мы разберемся прекрасно разберемся рано или поздно с этой ситуацией но я приведу наверное более даже не трагичный а скорее трагикомичный пример который тоже так сказать стал достоянием гласности благодаря медицинским исследованиям ну пожалуйста так сказать не воспринимайте то что я сейчас буду говорить как анекдот потому что для кого-то это покажется смешным но что называется не для врачей значит врачи а прежде всего я здесь ссылаюсь на врачей британских на них как-то так сказать не принято ссылаться но вот для желающих найдете ссылки у меня в книгах я так сказать с удовольствием цитирую конкретных не просто не просто пишу по мнению британских врачей а в данном случае это не знаю насколько он известен в Британии доктор Питер Холлэм значит то он обратил внимание изучая истории болезней английских болельщиков футбольных он обратил внимание на странные травмы которые эти болельщики получают получают казалось бы абсолютно безопасных ситуаций ну что может быть безопаснее чем просмотр телепередач казалось бы где-где но в мягком кресле возле любимого телевизора может быть там с какими-то воблами и другими прелестями жизни стоящими перед вами вот в таком расслабленном состоянии что может быть более безопасным и приятным для тифоз тифоз это болельщик микрофон опять шуршит не буду трогать его совсем и вот надо поправить как там вот сейчас хорошо хорошо постараюсь не двигаться ну мне как болельщику у телевизора трудно совсем не двигаться и когда так сказать в особо стрессовых ситуациях а для болельщиков такие для истинных конечно болельщиков я себя к их числу не 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 перечисляю но как бы насмотрелся уже на этих безумных безумцев которые просто приходят в неописуемый восторг в нужные моменты а в другие моменты в неописуемый ужас искренне переживают вот для них эти эмоции действительно и для них эти стрессы реальны и не удивляйтесь пожалуйста что эти люди испытывают раз они испытывают стрессы но исходя из темы нашего сегодняшнего разговора значит они испытывают и все другие так сказать связанные с этим последствия физиологические и это так то есть если вы испытываете там в боевом истребителе или в бою стресс он ничем в этом смысле не хуже стресса который переживает болельщик в мягком кресле хотя понятно второй вариант непонятен для не болельщика тем не менее стресс искренне и поэтому орган реагирует на них тоже соответственно искренне и травмы которые получает такой болельщик считайте сказанное сейчас мною как своеобразное предупреждение уважаемым болельщикам пожалуйста ну как бы сказать не будьте столь серьезны что ли к своему болению ну наверное они не прислушаются к моему совету тем не менее если пусть будут они хотя бы морально готовы к таким травмам значит этот Питер Холлом изучил достаточно много таких примеров и он пришел к выводу что объяснить их эти травмы обычными как бы медицинскими показателями невозможно травмы в основном носят характер переломов костей переломов тазобедренных суставов это особенно тяжелые так сказать случаи переломов голени стопы и так далее и эти травмы напоминают скорее случаи когда там человек падает на асфальт с большой высоты ну и соответственно ничего удивительного что он такие переломы испытывает но напомню в данном случае больные с переломами не могли спрыгнуть выше чем вот с высоты своего кресла но подчеркиваю если речь идет о стрессе в таком случае все становится на свои места я видел лично должен признаться редко бываю на стадионах но видимо мне так сказать везет на такие случаи и как-то я был так сказать на тбилисском стадионе динамо это было очень давно еще в советские годы ну что такое так сказать тбилисские болельщики наверное даже те кто не был в тбилиси где-то понимают что это те еще тифози по сравнению с которыми английские болельщики это так сказать дети вот я видел как болеют грузины на тбилисском динамо и вот на моих глазах я был поражен но я был по-моему единственным на всем стадионе кто был поражен этим увиденным я увидел как со второго яруса то есть с балкона с высоты примерно метров 10 во время какой-то очень стрессовой ситуации на поле от прыжков неимоверных одного из болельщиков он потерял равновесие и полетел вниз головой на бетон я был так сказать единственным кто поразился этому страшному зрелищу я думал сейчас брызгнут мозги и меня просто забрызгает кровью и всем остальным от этого болельщика который упал буквально недалеко от меня ни на головы другим чтобы смягчить удар а действительно на бетонные ступеньки вниз головой я разумеется ожидал понятное какого исхода каково же было мое удивление что этот болельщик по-моему даже до конца не осознав что с ним произошло он вскочил тут же вскочил на ноги и что называется с полуслова стал дальше болеть и кричать что такое так сказать я уже потерял нити происходящего на поле не помню что там происходило потому что подчеркиваю я бы наверное был среди этих артифузий единственным кто во-первых обратил на это внимание потому что внимание всех остальных было привлечено к полю а во-вторых кого это хоть немножко так сказать удивило потому что все остальные это восприняли абсолютно нормально вот это противоположный так сказать пример когда такое боление ну вот в первых случаях в первых эпизодах оно ведет к появлению травм а во втором в других эпизодах ну к спасению ну как вы догадываетесь и то и другое тоже так сказать две стороны одной и той же медали и несмотря на прямо противоположные эффекты связанные с одними и теми же проблемами один и тот же орган одна и та же закономерность что ли одни и те же физиологические принципы просто работают в разных режимах иногда правильно иногда попадая что называется в нужное русло а иногда когда-то кстати стресс не позволяет от вас делать просто так сказать работает получается работает на износ в общем подводя итог вышесказанному скажу что конечно я не обозначил всех всех последствий конечно я может быть зря может быть не зря не знаю не коснулся темы например того как ведет себя этот орган в случаях соприкосновения с высокими температурами есть два прямо опять два разных вроде бы по последствиям примера но эти две крайности две противоположности имеют как и во многих ранее описанных мною случаях имеют одинаковые объяснения вот говоря о высоких температурах я упомянул что одна крайность это случай самовозгорания опять же не буду долго описывать эти эпизоды я думаю что многие радиослушатели знакомы с ну как минимум знакомы виртуально завочно с этими эпизодами я знаком не понаслышке ну наверное один из немногих кто занимался расследованием этих редких конечно эпизодов они случаются к счастью конечно случаются для людей не так часто ну самым известным эпизодом известным из того что он часто цитируется и в литературе так кстати описывается вот первоисточником этих публикаций был я это случай с самовозгоранием Бесена Мамаева который был в 90-м году случай очень впечатляющий в общем ну наверное классический он хорош и интересен мне прежде всего тем что удалось довести этот случай до исследования даже не медицинского а патологоанатомического и это исследование показало что возгорание произошло изнутри человека несмотря на то что изначально пытались свести ну идя по прямому какому-то привычному пути расследования смерти Бесена из-за того что он сгорел снаружи якобы он сидел не якобы он реально сидел на небольшом небольшом стажке сена ну и вот вот этот факт он как раз пытались его подвести к тому что он нечаянно там сигареты поджег этот сток и сгорел на самом деле сток был но температура была около нуля сырость и мерзкая погода холодная погода ноябрьская была такова что поджечь этот сток был нереально там не то что спичками там только бензином можно было поджечь сам сток равно как одежда на человеке не пострадала то есть никакого костра не было никакого внешнего источника и внешнего внешнего источника огня и внешнего ожога не было был внутренний ожог и вот благодаря вскрытию Во-первых, был полностью оправдан напарник этого самого пастуха, все обвинения в том, что это он, поджог, были сняты, потому что так поджечь человека невозможно. Ну и, в общем, эта история осталась, естественно, не до расследования, то есть точки в милицейском расследовании не поставлено, виновных нет, стихийное бедствие. И, как мне удалось выяснить, случай этот на медведице, на чертовом логове, ну, говорящее название, немножко, может быть, подсказывает нам, от чего такие случаи могут происходить. Рабочая версия для меня, ну, по крайней мере, в данном эпизоде, что все произошло из-за влияния шаровой молнии, в принципе, вполне подходит, могу сказать, подходит по всем статьям. Единственное, что поймать за руку вот этого преступника, конечно, не удалось, и поэтому я вынужден пользоваться термином «возможно». Но, возможно, и другой вариант, не противоречащий вот версии с шаровой молнией, не противоречащий, потому что она так же, как и во втором варианте, загадка шаровой молнии связана с изменением скорости времени. Вокруг шаровой молнии неоднократно во время вот косвенных экспериментов, когда там шаровая молния пролетала рядом с часами, мы наблюдали остановку или замедление скорости времени. И не только я, вот если вам посчастливится в кавычках, конечно, что к вам в комнату залетит шаровая молния, просьба, обращайте внимание на то, как ведут себя часы. Часов в комнате или там в мобильнике достаточно много, не поленитесь, пожалуйста, посмотрите, не отстают ли они. Обычно отстают, но нам вот такая статистика очень важна, потому что, к сожалению, прямые эксперименты, когда вот шаровая молния позволила бы нам навесить хронометр на себя любимую, таких пока что, так сказать, позволений с ее стороны не последовало. Но даже если шаровая молния ни при чем, это, так сказать, для меня менее достоверный вариант, но он не исключается, даже в этом случае мы проводили несложные расчеты, можно, оперируя только со скоростью времени, привести к тому, что человек самовозгорится без всякого внешнего источника энергии, без всякого внутреннего, внешнего огня. Без всякой энергии дополнительной, в виде там шаровой молнии или какой-то иного, так сказать, открытого и закрытого источника. А для этого надо просто вспомнить, что человек, как физический объект, является источником тепла. Мы нуждаемся в пище, пища – это килокалории, килокалории – это тепло, и мы, наш организм постоянно это тепло вырабатывает. Но мы не самовозгораемся, поскольку сбрасываем это тепло, наша кожа является таким естественным радиатором, и сколько мы тепла вырабатываем, мы ровно столько. Ну, конечно, за вычетом работы, за вычетом того, что нам надо согреться, зимой нам надо согреться больше, поэтому мы не так сильно сбрасываем тепло, мы регулируем этот выброс тепла тем, что тепло одеваемся. Когда мама вас провожает зимой в школу, она не зря же говорит, что там одевай шапку. На самом деле мамы под этим имеют в виду, что дорогой сынок или дорогая дочка, ты как радиатор тепловой должна сбрасывать в атмосферу меньше тепла сегодня, поэтому заэкранируй свой радиатор, оденься потеплее, и тогда внутреннее тепло ты оставишь у себя внутри тела и не замерзнешь. Вот так надо фразу любимых мам пересказывать, и в этом случае, кстати, вы не будете с ними спорить. Но если вот это суммарное равенство между необходимым теплом, который надо оставить внутри, и теплом, который надо сбросить наружу с помощью вашего радиатора, ну, радиатор, напомню, это все ваше тело, больше всего роль радиатора играет лицо, потому что это открытая часть тела, поэтому тепло выделяет больше всего именно вот голова. Но отсюда, так сказать, и требования мам голову экранировать с помощью шапки. Так вот, когда в дело включается орган АУФ, если он работает, конечно, не по штатной схеме, если он выходит из штатного состояния, представьте себе, какие беды он может вам привнести. Если для сохранения вот такого теплового баланса вам нужно, к примеру, ну, говорю, цифры, так сказать, приблизительные, потому что они очень сильно колеблются, но если, предположим, вам нужно для суммарного равенства, для теплового баланса, вам нужно сбросить, допустим, 10 килокалорий в час в воздух, и в этом случае ваша температура внутренняя будет 36,6. В этом случае, когда вы находитесь вот в этом температурном комфорте, все прекрасно. Но если скорость внутреннего времени резко замедляется, то вот эти самые 10 килокалорий в час, предположим, вы в реальности сбросите не за час, а за сутки, если ваши такие крайности я причисляю. Что будет, если вы начнете перегреваться? Если вы видели перегретые моторы автомобильные, у которых выходит история радиатор, эти моторы, ну, если женщины никогда этого не видели, скажу, что, как правило, это уже металлолом. Автомобиль, у которого потек радиатор, и автомобиль с ней остановился, автомобиль превращается в металлолом. Двигатель закипает, цилиндры прикипают к внутреннему картеру, и, в общем, двигатель идет в разнос. Он не поддается уже, как правило, восстановлению, и, ну, двигатель не жалко, потому что его можно заменить, а вот человеческий организм, конечно, немножко жальче. Человеческий организм тоже идет в разнос и перегревается так, что температуру теоретически, конечно, подчеркиваю, потому что тоже на практике это трудно экспериментально, так сказать, подтвердить, потому что никто не знает, когда наступит вот этот вот случай возгорания. Но теоретически, подчеркиваю, все сходится. По крайней мере, вот этот тепловой баланс, он считается очень хорошо. И понятно, что внутренний перегрев может легко довести дело до любого состояния, в том числе до появления открытого огня. К счастью, еще раз повторюсь, такие случаи не так часто бывают. На том же чертовом логере, помимо, за всю известную мне историю, помимо вот этого бесена, погибло при аналогичных обстоятельствах еще два человека. Ну, это за период, там, порядка ста лет. То есть это не так, не волнуйтесь, это не так часто. Хотя я никому-то, кстати, самостоятельно не советую туда соваться. Это, что называется, опасно. И по другим причинам, не только повыше перечислено. Вот, но я сказал одну крайность, заключающуюся в том, что изменение штатного состояния, штатной работы органа нашего УФ может привести к тому, что он изменит тепловой баланс в ненужную сторону для вас, и вы перегретесь, как тот закипевший без радиатора двигатель. Ну, а дальше есть, что называется, несколько вариантов. Ну, точнее, два основных варианта. Есть на частных, на более редких случаях я останавливаться не буду. Первый вариант. Закипев, этот организм сгорает. И таких случаев в истории зафиксировано, ну, не меньше, чем полусотни. У себя в книгах я привожу там где-то полсотни, но я догадываюсь, это далеко не полный список. Из наиболее близких по времени могу сказать, что в Подмосковье был самый такой свежий пример лет, наверное, восемь назад. То есть это говорит о счастливой редкости этого события. И второй достаточно распространенный вариант, тоже, так сказать, я считаю его вполне объяснимым. Представьте себе, что в отличие от двигателя, бездушного автомобиля, человек имеет обратную связь. Если вы почувствовали, если вы, так сказать, не пьяны, я не рекомендую никогда ни в коем случае кому-либо, так сказать, пить, баловаться смертными и наркотиками, потому что вы теряете контроль за своим организмом, теряете обратную связь. И не дай бог вы в таком состоянии попадете в аномальную ситуацию, в аномальном месте, не дай бог, как бы сказать, сработает вот этот вот эффект самовозгорания. И в случае, если вы не контролируете свою физиологию, а это может быть только, так сказать, в пьяном или наркотическом состоянии, то вы обречены. Вы труп, потому что нет обратной связи, организм не осознает, что с ним происходит, и, что называется, фенита. Но что будет, если организм, если вы контролируете свои мозги и начинает с вами происходить вот этот самый, так сказать, сбой в работе УФ? Понятное дело, это даже, так сказать, объяснять не надо, вы, почувствовав ожог, вы же не мгновенно сгораете, вы сгораете за какой-то конечный промежуток времени. Это занимает, ну, вот по данным очевидцев, сторонних очевидцев имеется в виду, это занимает порой минуты. За это время очевидцы успевают испугаться, впасть в ступор, выйти из этого ступора, приступить к попыткам сбить пламя. Иногда, так сказать, удачным, иногда неудачным, но, в общем, вот этот вот перечень действий, он объясняет, что это не 2 секунды и даже, так сказать, не 20, это может быть дольше. Вот, но если вы не пьяны, то вы за это время успеете почувствовать ожог, не почувствовать его невозможно. Организм при этом, следующая, так сказать, стадия, как только вы начали чувствовать ожог, организм испытывает жуткий стресс. Стресс, ну, тоже объяснять не надо, ожог и стресс, вещи вполне, так сказать, следующие одно из другого. Вот, а испытав стресс, естественно, вы включаете или, наоборот, выключаете, если свой орган, который целиком зависит от стресса, то есть получаете обратную связь, и вот этот вот неправильный дисбаланс, неправильный тепловой баланс тела прекращается, поскольку, так сказать, работа органа резко изменяется, вот благодаря тому, что вы это почувствовали. И случаев, когда человек, начавший сгорать буквально, так сказать, на глазах, приходил в себя с выпущенными от ужаса глазами и замечал, что пламя, само собой, погасло на его теле, случаев таких тоже достаточно много. Да, что называется, у человека остается на память ожоги разной степени, но, как правило, эти ожоги не смертельны и редко превышают там начальные стадии ожогов. Вот выбирайте сами, что называется, либо вы поддаетесь зеленому змею и сгораете, почти как в литературных, так сказать, источниках говорят, сгорел от зеленого змея, это вот в данном эпизоде, это, как бы сказать, не преувеличение, а скорее даже медицинский диагноз, либо вы на трезвую голову максимум можете, имеете опасность получить там легкие ожоги. Что называется, разница огромна, и уже ради этого стоит задуматься о последствиях. И я обещал, раз об этих ужасах самовозгорания я говорю, то, конечно же, я должен закончить, ну, наверное, мы последней этой темой и закончим этот перечень болезней времени, хотя вы уже догадываетесь, я не сказал, наверное, и третий из перечня вот тех последствий, которые мы изучали, но я обязан сказать о другой кранности, более положительной. И вот здесь, что называется, включайте свою фантазию, есть повод для оптимизма, как можно и в данном нелегком случае общения с огнем, я сейчас говорил именно об огне, самовозгорание и огонь, вещи, так сказать, почти синонимы, как можно выжить в огне благодаря этому органу ОУВУ. Что называется, не буду рассказывать о трудноконтролируемых таких счастливых эпизодах, которые я в письмах получаю, пожарные и люди, бродмейстеры и просто жертвы пожаров, конечно, они испытывают стресс, сомнений нет, но вот некоторые из них, далеко не все, с помощью стресса выходят из огня, как из воды окипосуху, то есть не получив ожогов. Это редчайший, конечно, к сожалению, случай, но они имеют место быть. Такого счастливого спасения. Не хочу этим примерами расслаблять людей, огня надо опасаться, бояться ничего не надо, но опасаться надо, потому что это сильнейший враг нашей жизни и здоровья. Погибнуть в огне никому не посоветуешь, это страшно, это ужасно. Вот, но какие бы эпитеты при этом не привел, тем не менее с огнем можно подружиться. И вы догадываетесь, наверное, уважаемые наши продвинутые радиослушатели, что сейчас я плавно подошел к последней теме, связанной с углехождением или огнехождением, с ситуацией, когда человек намеренно играет, ну, если не со смертью, то, по крайней мере, с огнем, и играет так, что делает его, ну, если не другом, если не союзником, то, по крайней мере, безобидной такой вот зверюшкой, которую можно легко погладить и при этом не испытать каких-либо последствий. Значит, я смею это утверждать с сознанием дела, потому что не только следил за теми, кто это делает профессионально, например, там в Болгарске есть целая деревня, которая вот устраивает огнехождение регулярно, для них это такой национальный, колоритный, даже не праздник, а вот некое состояние, в которое они впадают время от времени. Есть такие же деревни в Индии, где подвосторженные, так сказать, свисты и ужасные вопли трусливых туристок на глазах уиземленной публики. Индийцы с оркестром, с барабанами на босу ногу проходят с троем через догорающие костры большие. Но если, так сказать, подводить дело, так сказать, уже до крайности, могу сказать, что для того, чтобы увидеть эти ужасные, как кому-то кажется, последствия, не обязательно ехать так далеко, это можно сделать на даче или там в другой какой-то обстановке, только, пожалуйста, опять же, без пива, без водки, без всего того, чего я никогда не рекомендовал и был только противником этого, на спокойную, подготовленную, но трезвую обязательно голову, это может сделать любой. Я за эти слова отвечаю. Кто-то, так сказать, не верит, может, и каждый имеет право не верить на все, что угодно, но если кто-то хочет проверить на своей шкуре, в буквальном, конечно, смысле этого слова, тут такую возможность будете иметь. Неоднократно бы такие эксперименты делали. Выборка самая, так сказать, разнообразная. Мы эти эксперименты делали не специально, не готовясь к этому, не анонсируя. Иногда это получалось случайно, спонтанно. Например, в экспедиции, по-моему, 2012 года мы, несмотря на наличие проводника, заблудились в Читинской области, в Тайге. Ну, проводник нас повел неправильной дорогой, объяснил, что тут и туда-обратно дорога займет два часа. В результате мы плутали двое суток без консервов, без еды, без спальников, без ничего. И нам требовалась одна ночевка. И, вспомнив, так сказать, правила выживания, я предложил... Ну, люди некоторые упали духом, чтобы их взбодрить, чтобы никто не заболел в холодной тайге без одежды, без еды, без снаряжения, без спальников, без палатки, без всего. О, мы же отправлялись на легкую прогулку. Я предложил развести большой костер, чтобы было сделано. Благо, дров было дофига. Получился костер шириной метра два, длиной метров, наверное, восемь. Это было необходимо для того, чтобы мы спали дальше на горячих углях ночью, забросав... на теплых углях, точнее, забросали их лапником и прекрасно легли. И всю ночь под нами была теплая постель, и никто не замерз. То есть, наоборот, тем, кто был внутри, мы спали, естественно, близко друг к другу, весь наш десяток человек. Те, кто спал внутри, просто вот изнывали от жары. Ну, крайние люди, немножко им было комфортно, потому что, с одной стороны, им было прохладно, с другой стороны, горячо. Вот, но перед этим угли ведь долго доходили до кондиции, а люди находились в нужной кондиции, потому что они уже поняли, в какую ужасную ситуацию они попали, что называется, и мне нужно было их взбодрить. И лучший, так сказать, лучшего примера, как предложить им, ну, что, ребята, вы, так сказать, в нужном состоянии сейчас находитесь, хотите, так сказать, получить удовольствие по полной программе, давайте по этому горячему костру походим. И, ну, конечно, не все и не сразу восприняли это как здравую мысль, но самое главное за меня сделала ситуация, то есть люди уже находились в тресцовом состоянии. И достаточно было, так сказать, разбросать угли и показать им пример. Вот и все, и вся магия, с вашего, так сказать, позволения, на этом и заканчивается. Я вообще, так сказать, если честно, не употребляю это слово, паразитное слово, потому что магия – это всего-навсего управление, управление, возможно, в случае, если вы знаете законы. Я знаю эти законы и понимаю, что для вот такого действия нужны не легенды, не запудривание мозгов, не рассказы о том, что я дам вам сверхвозможности, если будете молиться моим богам, или другие варианты забалтывания этой проблемы. Например, что мы такие богоизбранные, и только мы можем ходить по углям, а все остальные не могут. Или ходить по углям могут только сторонники и адепты нашей веры. Это всё полная чепуха. Ходить по углям может любой человек, доведённый до нужного состояния стресса. До нужным состоянием стресса, под этим состоянием я подразумеваю то состояние, при котором ваш орган ОУФ включает своё действие. Как только он осознал, что ему грозит неминуемая вот такая экзекуция над собой, ничего страшного. Время от времени орган нужно тестировать. И лучшего примера, чем этот, я, честно говоря, не знаю. И именно поэтому этим примером я и заканчиваю, внося, как я надеюсь, бодрость духа и нестребимую жаду к жизни и уверенность в том, что вы можете, имеете шанс победить смерть в самых страшных ситуациях. И лучшим доказательством того, что ваш организм заточен природой под эти сверхэкстремальные возможности, позволяющие выйти буквально живым и невредимым, в том числе из огня, лучшего примера и не придумаешь. И вот я надеюсь, так сказать, не знаю, вернее, нужно ли мне сейчас произнести известную фразу «не повторять эти эксперименты дома». Лучше, если вы это повторите под присмотром, всё-таки первый раз имеется в виду, под присмотром мудрого человека, ну, например, у нас в экспедиции. Но если вы дойдёте до нужной кондиции стресса и самостоятельно, то главное в такой ситуации сохраняйте уверенность до конца. Как только вы потеряете уверенность, то я, к сожалению, за состояние вашей шкуры не дам и ломаного гроша. Наоборот, даже гарантирую, что ожоги будут. И наоборот, если вы сохраните уверенность до конца, то есть до того, как не пересечёте, так сказать, границу, крайнюю границу кострища, вы сделаете первый шаг, разумеется, первый раз опрётесь всей ступнёй. Пожалуйста, не ходите на носочках. Не нужно этого делать. Вступайте на костёр так же, как вы вступаете, ну, допустим, просто на тёплый пол. Всей ступнёй смело, расслабленно и, самое главное, уверенно, что уголь вас не обожгёт. Особо продвинутые это могут делать даже в носках. Но я первый раз не рекомендую. Снимайте носки, потому что вашей энергии, вашей способности может не хватить, чтобы эта способность распространялась защита от огня. То есть вот защита от, я подвожу главному, защита от естественного хода времени. Почему я уверен, что кожа не обжигается? Потому что ваш орган позволяет идти физическому времени с другой скоростью. И тепловой баланс в данном случае нарушается тем, что за единицу времени, за секунду вы получаете от догорающего костра, от его догорающих углей, допустим, не тысячу килокалорий за секунду, а растяните это время на порядок или на два порядка. И тогда вы получите не обжигающий поток тепла в тысячу килокалорий, а более, так сказать, приемлемый, хоть и горячий, но вполне переносимый, там, сто килокалорий, или даже десять килокалорий. Субъективно, находясь в таком состоянии, вы будете испытывать ощущение, что идете просто по теплому песку. Ну, что называется, чувствуется, но абсолютно не обжигает. Подчеркиваю, иногда особо продвинутые ходят в носках, потому что их вот эта сфера воздействия времени распространяется даже вот на несколько, как минимум на несколько миллиметров за пределы вашего кожного покрова. Но я, еще раз говорю, не рекомендую, по крайней мере, первые разы одевать носки, потому что, скорее всего, они тут же загорятся на вас, а как только они загорятся, вот здесь вы рискуете потерять уверенность в себе, потому что первый же запах горения, он, конечно, возвращает вас чувства и напоминает о том, что вы, извините, находитесь как Жанна Д'Арк посреди горящего костра. И вспоминая, чем это кончается, это нельзя делать, нужно сохранять самообладание и самоуверенность до конца, подчеркиваю, до того, как вы выйдете с кострища. Если вы теряете уверенность в себе, вы из этого костра без ожогов не выйдете. Точно так же очень сильно не рекомендую, при этом я обязан предостережения, хотя бы некоторые из них произнести, помимо того, что вы не должны соваться на костер пьяным, под любым воздействием, даже самых слабых наркотиков, долой даже курева, забудьте про это, если вы хотите нечто подобное перенести, это было первое. Второе, вы не должны соваться в спокойном состоянии, это должна быть действительно самоуверенность, граничащая или даже, так сказать, уже перешедшая через границу самоуверенности. То есть только полная уверенность, лучшим способом довести себя до этой уверенности, это как раз увидеть своими глазами, как до тебя костер преодолел более опытный человек. То есть и вот почему, так сказать, желательно самостоятельно не проводить эти эксперименты, потому что как бы вы не наслушались меня, сами понимаете, лучше один раз увидеть, чем выслушать сто вот таких устных рекомендаций. И третье, чего вы не должны делать, вы не должны себя подводить, загонять в рамки какой-либо веры. Разные народы придумывают свои тотемные или иные способы, как им кажется, упрощения веры, придумывают талисманы. Иногда это делают искренне, иногда, но чаще всего от слабости, собственные. И чаще всего это учителя, гуру, это делают с целью просто предания весу, что называется, своим словам. Может быть, из-за ошибочного представления, что так им поверят быстрее. Но если они просто, как я скажу, что эта способность есть у каждого из вас, сами понимаете, и я дарю вам эту способность бесплатно, абсолютно бескорыстно, что называется, кто же сейчас поверит в бескорыстность. А другое дело, вы приезжаете, там тратите тысячу долларов на авиаперелет, еще 500 на трансфер до этой деревни, и там за какие-то смешные еще там 500 долларов вам гуру говорит, нужно помолиться моим богам, одеть вот этот тотем, прислушиваться к музыке обязательно, там присутствует какой-то мерный ритм, бьет барабаны, и вам объясняют, что пока вот эти условия сохраняются, пока тотем висит, талисман у вас на шее, пока бьет барабан, вам ничего не грозит. Это добавляет уверенности, но не дай бог с вашей шеи упадет талисман, или не дай бог музыкант возьмет паузу в мерном барабанном бое, и вот здесь после этого и наступает ужас. Вы оказываетесь беззащитными, потому что лишены этой защиты, которая, как вам кажется, внешняя. Как только внешняя защита исчезла, другой защиты вы не ожидаете. Вы попали. И, что называется, ну, к счастью, под присмотром этих самых гуру, они знакомы с такой ситуацией, вас быстро вытащат из пекла, жизнь вам гарантирована, но, к сожалению, гарантированы и ожоги. Вот это третья опасность, против которой я призываю вас прислушаться. Не слушайте вот этих горе платных обучателей. Знайте, что никакие тотемы вам не нужны, никакие внешние подпитки вам не нужны. Они нужны только для того, чтобы придать вам уверенности. Будьте уверены без тотемов, будьте уверены без внешней музыки, без каких-то там хвостов, обезьяны или там челюсти собаки, повешенные на шнурок из жилы игуаны на вашу шею. Это не более чем пыль в глаза. Всё, всё необходимо есть при вас. От вас требуется только довести себя до нужного состояния. Если вы вот эти вот три оговорки мои не забудете, я вам гарантирую, вы дойдёте до конца костра, проверите с удивлением, с диким животным восторгом, убедитесь в том, что на ваших ступнях нет ни единого ожога. Вы испытаете просто необычайный взлёт самоуверенности, самоудовлетворения, рядом с которым там и близко не стоят все прелести и радости жизни. Не буду их перечислять. Вы будете прыгать от восторга. И чаще всего после этого люди начинают бегать и прыгать, и резвиться, и танцевать даже на этих углях. Выглядит это, конечно, безумно интересно, но тем не менее это правда. Вот всё, что я вам сегодня изложил, абсолютно точно является правдой, в том числе вот тот оптимистичный финал, на котором я сейчас заканчиваю. Но не заканчиваю, конечно, эту тему. Тому, кому интересно она больше, тот прочтёт в моих книгах о болезнях времени гораздо больше, чем мы сегодня пересказали. Я думаю, что он получит удовольствие. Я выступаю против того, чтобы затуманивать эту тематику весьма важную для нашей жизни, для нашего здоровья всякими магическими, мимикрирующими, скрывающими истину словами. Я за то, чтобы двигаться, не теряя, так сказать, связи с наукой и с медициной. Хотя, так сказать, и от науки, и от медицины тоже жду, разумеется, встречных шагов. Ну и, конечно же, заканчивая этот разговор, я очень надеюсь на то, что частично удовлетворил любопытство наших радиослушателей, дал пищу для ума. Но самое главное, подчёркиваю, я надеюсь, что немножко добавил уверенности в том, что шансов абсолютно безнадёжных ситуаций не бывает, и шанс спастись даже в смертельно опасной ситуации у нас тоже есть, потому что заложенные в нас способности выше, к сожалению, наших знаний. мы, наш организм, заточен под гораздо более страшные ситуации. И, к счастью, для нас, конечно, к счастью, эти способности включаются иногда, так сказать, не иногда, извините, они должны включаться сами по себе, так сказать, без нашего без нашего руководства чуткого, ну, как некоторые другие физиологические реакции на раздражители, так сказать, они идут во время стресса самостоятельно. Но в качестве постскриптума сегодня, наверное, мы этой темы не коснёмся, хочу сказать, что эта способность хоть и есть у каждого, и чаще всего она пригождается, приносит, спасает нам жизни кому-то и не один раз. И я обязан этому, этой способности, своей жизнью, поскольку несколько раз тоже, так сказать, благодарен ей за то, что она сохранила жизнь в стрессовой ситуации. Но, помимо этого, не всех удовлетворяют вот эти вот пробелы в наших знаниях, кому-то очень хочется эту способность развивать, многим небесталантливым людям это удаётся, некоторые доводят её до совершенства и становятся уже, ну, если не терминаторами, не супергероями, то, по крайней мере, более везучими в жизни добиваются каких-то иногда олимпийских рекордов, иногда просто, так сказать, становятся удачными воинами, неубиваемыми такими вот супергероями. И это тоже правда. Но, что называется, в любом случае, я надеюсь, сегодняшнего разговора, который я остановился, не стал заходить очень далеко, рассказываю, как с помощью этой способности, например, стать пулей непробиваемым, и такое тоже есть. Но эта крайность уже, мне кажется, не для сегодняшнего разговора, а, может быть, для других последующих тем, потому что для начала, так сказать, нужно потренироваться на более безопасных вещах. Ну, что может быть безопаснее, как вы уже поняли, как хождение по огню. Ну, с учетом сегодняшних знаний, уже это, наверное, кажется действительно плевым делом. Ну, сначала вот хождение по огню, а потом уже более опасные вещи, на которых мы сегодня останавливаться не будем. Ну, а я возвращаю, так сказать, на этой оптимистической ноте микрофон радиоведущему и передаю ему слово. Спасибо за внимание. Да, благодарю тебя. Ты мне вот, прежде чем благодарить за внимание, ответь, книгу, про которую ты говоришь, или книги, про которую ты говоришь, где их можно приобрести? К сожалению, в печати они, да, они нормальными тиражами расходились. У меня на страничке, ну, как и на Яндексе фотках, так и на страничке ВКонтакте, в разделе авторские книги, эти книги приведены. У меня выходило около 50 книг, около полусотни, но все из них в магазинах раслетелись, как горячие пирожки, и найти можно либо только в интернет-магазинах, либо скачать. У меня бесплатно под большинством книг я помещаю тексты, которые можно скачать. Ну, либо, так сказать, дождаться следующего выпуска. Я некоторые книги перездаю. Если кто-то поможет с изданием, буду благодарен, поскольку, ну, это, конечно, тяжелое дело, финансово в том числе. Если кто-то поможет с изданием, значит, такие перездания, дополненные, расширенные, выйдут в новом виде. И тогда их можно уже, так сказать, поддержать или купить где-то в магазинах. Пока, так сказать, рекомендую либо интернет-магазины, либо скачивать тексты бесплатно. У меня только бесплатные скачки. Если вы увидите платные, ну, как бы сказать, это уже не от меня. Возвращайтесь на страницу и получайте знания бескорыстно. Солидарен с тобой. У нас тоже бесплатное радио. Никаких невыставляемых условий за прослушивание, никакой абонентской платы. Пожалуйста, слушайте сколько хотите, скачивайте сколько хотите. За что я, кстати говоря, благодарен. А это мне тоже, так сказать, импонирует. Да, потому что мы понимаем, что мудростью надо делиться бескорыстно, ибо тот, кто мудрость продает за деньги, является полным идиотом. Вот. По поводу издательства книг, наверное, мы с тобой как-нибудь после эфира пообщаемся и, может быть, и решим этот вопрос. Я с тобой полностью согласен по поводу всего того, что ты сказал, особенно прохождение по углям и так далее. Надо понять, что вот надо разделить всё-таки вера и религия. Это совершенно разные вещи. Вот древнее понятие веры – это ведание мудрости. Есть бытовое понятие веры, когда верю – не верю. А мы, если говорим про что-то такое более высокое, то вера – это всё-таки ведание мудрости, божественной мудрости и так далее. Вот как раз ведическая культура, она основывается на ведании, то есть на вере. Абсолютно с этим согласен. Поддерживаю двумя руками. Ну, а для начинающих объясняю это на простом примере. Любовь и проституция внешне похожи, но когда любовь коммерциализируется, получается вот то, против чему мы сейчас говорили. А в чистом виде, конечно, это великолепное и доброе, и светлое чувство. Точно так же и вера в чистом, некоммерциализированном виде, в её изначальном состоянии, безусловно, есть нечто, что достойно и нужно поддерживать. Вот там, где появляется посредник, вот там уже появляется религия. Вот это отличает веру истинную от религии. Когда какой-то гуру появляется, который там вам что-то пытается талисманчик предложить или оберег какой-то, без него вы ничего не можете делать, или без его услуг до богов вам не достучаться, или там ещё что-то без него не сделать, это уже называется религия. Ре — повтор, лига, связь. То есть он вас повторно с кем-то связывает. Вопрос — с кем и на каком основании? Если вы по рождению живёте в этом мире, то вам все энергии доступны, все предки ваши, они как бы из того мира, если вы в это верите, да, вот здесь бытовой смысл слова «верить» я применяю, то тоже доступны, как по телефончику можно с ним связаться. Вам никакой посредник не нужен, иначе вы попадаете уже не в веру древнего значения, а в религию. Вот этого опасайтесь всего. По поводу огниток, я ещё проще скажу, любой народный праздник на Руси всегда сопровождался, особенно летние праздники, сопровождался схождением по огням и до сих пор во многих общинах, и селениях, там, где люди ещё придерживаются старых каких-то взглядов на жизнь. Спокойно ходят, особенно от Купальские дни этим знаменитые. Искупались в реке, очистились, через кощерчик попрыгали, опять в реке искупались, очистили, поиграли, потом костёр догорел, угли разложили, и по дорожке там 9 раз, 16 раз, 40 раз, потом не выгонишь, в очередь становятся, лишь бы только, да, ещё пробежаться и потанцевать. Так что никуда там в Гималайи или каким-то там кудесникам ехать не надо, это всё доступно, тем более, что сейчас народ начинает пробуждаться, никакой здесь бесовщины, нет, это всё естественно, это для нас, для людей нашего вида, это всё естественно, взаимодействие с огнём. По поводу магии, так магия всего лишь означает «могучий я». Вот если говорят, а магёшь или не магёшь, да, вот есть такое выражение на йоге, так это есть магия, «могучий я», то есть, опять же, здесь религия никакая не нужна. Если кто-то, какой-то маг находится, которому впендюривают какие-то обереги, ну это не маг, это какое-то грузило, которое вас грузит и разводит на деньги, вот и всё. Раздевается. Да, ну естественно, да, разувает, обувает и разводит. Вот, поэтому это очередной вариант о религии такой сектантской. Уходите от сектанства, становитесь полноценными людьми. Зачем вам это всё надо? Вы полноценные. Вот нет ничего такого, чего у вас нету. Вот всё у вас есть. Ибо мысль материальна, а материя любая, стоит из энергии. А мысль вообще, она с энергиями перекликается, и мысль управляет энергией. Если вы умеете энергиями, то есть энергия по-русски сила, если вы можете эту силу упорядочивать и направлять, то вы можете материальность создавать в этом мире, материализовать всё, что вам угодно. Какие-то там посредники, какие-то там гуру, какие-то там религии, вы всё это можете, у вас всё это есть. Вопрос встаёт в том, что вы хотя бы имеете об этом представление или не имеете. Доверяете вы себе или не доверяете? Вот и всё. Других вариантов нет. Ну и напоследок, кто-то мне написал, говорит, кто-то привёл греческое слово «скоморох», хотя я не верю в Древнюю Грецию, но это отдельный разговор, в Жрецию Древнюю, да, можно ещё про это говорить, когда я там коммедиа привёл пример. Так у нас, извините, «скоморох» слово, «скомом», «рох» — это те люди, которые ходили с медведями, вот рисунки поднимите, с гуслями, с балалайками, с гудками различными, и медведи изображали, вот рохали, то есть изображали каких-то там существ или людей, над которыми смеялись, кого-то высмеивали. Вот это и были скоморохи, которые с комами ходили. Так что это наше древнее, и ничего стесняться не надо. Вот как-то так. И естественно, что, естественно, опять же, всем 100% подтверждаю слова Вадима о том, что если вы хотите общаться с Вышним чем-то, с Высшими силами, то в этом случае не должно быть то, что вас тянет вниз. Любые виды наркотиков, они вас уводят вниз, они вас тянут в пекельные миры. Зачем вам это надо? Вы разрушаете себя, разрушаете свой мир, разрушаете мир других окружающих людей. Зачем вам это надо? Тянитесь к свету. Чего вам рак-то тянуться? Ну и так далее. Два слова ещё скажу, добавлю. Мне абсолютно импонируют вот такие попытки расшифровки через древнеславянский язык. Я попрошу всех желающих, ну, кто может, конечно, мне объяснить, может быть, не так быстро, подумайте, пожалуйста. Напомню, что у славян людей, которые ходили по угням, звали нестенарами. Вот я, к сожалению, пока не могу до истинного значения этого слова достучаться. Может быть, кто-то объяснит. Ну, не буду торопить события. Подумайте, пожалуйста. Да, я думаю, что... Стенары. Так что, если есть у вас расшифровка, пожалуйста, или перевод с какого-то славянского языка на наш современный язык, то, пожалуйста, будьте любезны, поделитесь, не утаивайте. С оговоркой это всё-таки западная или юго-западные славяне. Вот это слово было распространено, в частности, в Болгарии и Сербии. Да, да, да. Это вот оттуда. Я понимаю, откуда. Поэтому я сказал с одного из славянских языков. Поэтому не стесняйтесь, расшифровывайте. Ну что, переходим к ответам. Как у тебя ещё? Порох и пороховница есть? Да, всё прекрасно. Орган управления временем пока что без сбоев работает. Наш компас показывает в правильном направлении. Ну что ж, тогда я маленькую отбивочку даю и после этого переходим уже к части ответов на вопросы. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова